Мур, привет друг, это Зверько. Мы с тобой оба знаем, что нахрен нужны длинные вступления. Поэтому давай приступать к гайду. И вот, наконец, в игре, хоть и с задержкой, появилась Валентина. Ещё один... Енот Некромант! Но вместо возрождения мертвецов, Валентина копирует свойства противника, ставя его в неудобное положение и лёгкую форму замешательства. По сути, ульта – это копия чужой ульты. Её применение очень ситуативно. Всё зависит от пика противника и твоего выбора в конкретной ситуации. Главное – не бойся копировать дамагеров, например, тех же стрелков. Твоя магическая сила будет считаться за физическую силу. Как это работает? Первое нажатие копирует ульту. С копией можно бегать сколько угодно. Второе нажатие применяет её, а Валентина 12 секунд использует базовую атаку противника. Интересный факт. Ульта Валентины копирует не только навык, а ещё и скин персонажа. Можно воровать скины ненадолго. Кстати о скинах. У меня часто спрашивают, где можно купить алмазы со скидкой. А ведь можно заглянуть в описание видео. Там есть ссылка на Кодошоп, официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звёздного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, всё просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. В нашей игре более 110 героев, вышедших на основной сервер. Описывать взаимодействие Валентины с каждым не очень увлекательное занятие. Реальная сила Валентины в её первых двух навыках и пассивке. Это твой основной инструмент победы над врагом. Относись к культе, как к приятному бонусу. Правильное поведение на Валентине. Это агрессивная игра с уроном по героям. Это нужно для того, чтобы быстрее остальных поднимать уровень. А высокий уровень для Валентины не только урон, но и вампиризм. Пассивка. Проста до безобразия. Наносишь урон по герою и получаешь дополнительный опыт. А когда твой уровень равен или выше, чем у врага, получаешь 60% вампиризма. Это же не хреновый бонус. Однако учти, бонусный опыт даётся с перезарядкой в 2 секунды. Для ускорения прокачки используй навыки через 2 секунды. Первый навык. Урон в веерной области с коротким дебафом. Когда вражина, задумавшись, получит неожиданно ещё одну волну в себе в лицо, это его испугает. Но для этого нужно постоянно применять первый навык в перемешку со вторым. Второй навык. Двойной прыжок. Во время каждого прыжка вылетают 3 снаряда по принципу сфер циклопа. Кроме того, снаряды второго навыка ускоряют перезарядку первого навыка. За комбинацию можно оглушить цель дважды. Для этого всего лишь начни с первого навыка. Прыгни вторым, потом опять первый, вновь прыгни и нанеси последний раз первый навык. Главное, держись к цели поближе и не промахнись. Кстати, если ты начнёшь с прыжка, то пугливые противники стараются разорвать дистанцию. Поэтому не используй сразу 2 раза прыжок. Лучше подожди немного и догоняй врага. Вот такой майндгейм. Итак, мы будем ориентироваться на первые 2 навыка. Тебе их придётся юзать всё время и как можно чаще. Эмблемы можно вкинуть стандартно. Вот так. А боевое заклинание подойдёт огненный выстрел. Вспышка у нас есть в навыках. У Валентины 2 задачи. Нужно быстро перемещаться и иметь запас здоровья для агрессивной игры. Это и будем решать сборкой. Магические сапоги дадут стартовую перезарядку. А для безопасного начала рекомендую вкачать на старте второй навык и лишь потом вкидывать все уровни в первый. Зачарованный талисман. Это верный друг магов, которые наносят многочисленный, но не бурстовый урон. Этот предмет позволяет восстановить ману и им намного чаще кастовать. Для того, чтобы повысить запас здоровья и увеличить количество исцеления, берём концентрированную энергию. С этой же целью берём оракула. Но, если против тебя много героев с физическим уроном и тебе нужна скорость бега, бери керасу грубой силы. Далее, повышаем урон с помощью посоха молний и ожерелья заточения. Или другой вариант. Вдруг тебе понравилась какая-то чужая ульта и ты хочешь её применять как можно чаще. Это так-то гемор, тебе придётся охотиться за ультой этого героя. Но для скорости кд ульты можно вместо посоха взять мимолетное время. И, наконец, тебе очень может пригодиться бессмертие. Лично моё впечатление. Мне кажется, Валентина это маг поддержки для тактики гангов. Где она перемещается в группе банды, преследуя противника и вкидывая контроль. Ультой же придётся пользоваться чисто по ситуации. Урон у Валентины небольшой, но высокая подвижность и вариативность. Будет ли она популярна в рандоме? Не думаю. Но профессиональные команды найдут применение, основываясь на пике противника. На этом всё, мой друг. Подписывайся на канал, пиши в комментарии и удачных боёв тебе!